Е-бой! С вами снова Зомбирус! Сегодня на ваших экранах обзор противотанкового ружья Бойс! Этот новый тип оружия был добавлен через ход войны классу развичек. К сожалению, у Дайс не обошлось без критических косяков. Во-первых, они сломали всю прокачку, включая прокачку Бойса. Я лично прокачивал его до 4 уровня 3 раза. Благо, сегодня утром всё исправили. Насчёт компенсации по экспы в ходе войны и стволов пока неизвестно. Возможно будет, а возможно нет. Второй косяк более критический, из-за чего данный обзор будет неполноценным. Бронебой на подкалиберный снаряд для Бойса не работает против танков и САУ. Урон просто-напросто не проходит. Единственное, что можно, это повредить привод башни, гусли или двигло, но при этом без урона. Как это работает, я не понимаю. Скорее всего, данный баг починят только в следующем патче, который следует ожидать в июне. Похожая ситуация, кстати, была с противотанковыми гранатами для тромбончины. Как открыть этого монстра? Тут всё зависит от вашего везения. Это можно сделать за 15 минут, как я сделал вчера на стриме. А можно убить не один час. Первое задание – заработать тысячу очков на технике с прицепленной пушкой. Просто идём на панзерштурм в захвате, садимся в технику, прицепляем пушку и захватываем 2-3 флага. Всё. Вы выполнили это задание. А вот далее идут три задания, которые легко выполнят. Но как долго вы будете это делать, зависит от удачи. Сначала идёт задание «Повредить привод башни». Далее идёт «Повредить двигло». И последнее «Уничтожить технику». У меня получилось сделать это на одном танке. Некоторые люди в моём дискорде мучились 2 часа, потому что у них тупо стилили танки. Ну а далее после этих трёх заданий идёт легкотнее захватить 3 флага в технике. И финалочка – заработать 3000 очков на технике. И е-бой, бойс твой. Что такое противотанковое ружьё бойс? Это причина появления у вас пролежней лёгкого слабоумия. Так как это адская ваншот-машина, которая стреляет с сошек. С одной стороны, очень круто, что дайс решили вернуть ваншот снайперки, которые могут работать по технике. Это не такой агрессивный ствол, как М95 из Bad Company 2, который был жуткой ваншот-пушкой для коротких дистанций. Всё же, Дуси решили забалансить ваншоты, взяв за основу механику танк-хантера из Battlefield 1. Во многом бойс очень похож на танк-гивер, но в отличие от него вы даёте меньше урона по технике и ваншот у вас только на дистанции до 100 метров. Можно ли назвать его имбой? Я не думаю. Много было нытья на тему появления этой штуки в игре. Проблем у этого ружья очень много. Например, стандартная скорость полёта пули невысокая, что сильно ощущается на дистанции от 80 до 100 метров. Попасть в активно движущую цель на такой дистанции сложно. Вторая проблема – темп стрельбы. 22 по стандарту и 26 с улучшенным затвором. Он очень медленно стреляет. И если вы воюете против двух снайперов с обычными винтовками, то шанса на победу у вас практически нет. Они вас перестреляют. Третья проблема – это резкое падение урона. На дистанции до 100 метров вы сносите 100 хп, а на дистанции уже в 101 метр уже 85. Очень странное решение, где классическое постепенное снижение урона с дистанцией. И последняя проблема этой винтовки – очень ограниченное применение. Бойс отлично работает только в режиме прорыв оборона. Атаковать позиции противника с этой штукой нельзя, так как механика прицеливания схожа с классом ММГ. То есть прицельный режим доступен только на сошках, а в движении вы можете стрелять от бедра. Но у скопы можно легко раздавать, но тут чисто рандом. Попадете, не попадете – зависит не от вас, а куда пуля полетит. Поэтому любые режимы, кроме обороны в прорыве, не дадут вам полностью раскрыть потенциал этой винтовки. Теперь немного про эффективность против техники. Бронебой на подкалиберной в данный момент не работает. Поэтому ждем июнь и ждем патч, когда пофиксит. Стандартные патроны слабы против техники. Легкому танку или маршрутке сносит от 14 до 17 хп. Среднему танку от 5 до 7. А тяжелому танку или героической технике 3-4. Бомберу, кстати, я попал в бомбер, сносит 7 хп. Единственное, что вы можете сделать, так это просто подсосать технику штурмовика, который активно закидывает динамитом или стреляет с пандерфаустом. Характеристики. Урон максимальный 100 на дистанции до 100 метров. Минимальный урон 72 на дистанции от 200 метров. Темп стрельбы 22 или 26 выстрелов в минуту. Все зависит от того, выбрали специализацию на скорострельность или нет. Перезарядка полная займет 5 секунд, а тактическая 4,2. Пушка интересна только по двум причинам. Первое. Возвращение ваншотов для снайперских винтовок. Конечно, я бы хотел возвращение механики ваншота из Battlefield 3 или Bad Company 2, когда ваншот есть только на короткой дистанции до 25 или 15 метров. Так как в таком случае винтовки не имбуют и требуют реального скилла для убийства противника. Потому что, ну, когда вы выходите со снайперской винтовкой против АЕКа, если вы промахнетесь, то вы сразу труп. Текущая механика, которая заставляет вас лежать и отстреливать противников в обороне пачками, это неправильное решение. Особенно при отсутствии 3D спота и не очень хорошей видимости, которую вроде как пофиксили, но на том же кряже противник все равно сливается с камнями. Вторая причина, почему пушка клевая. Это новый геймплей. При слабой поддержке Battlefield 5 последние три ствола реально дарят новый экспириенс, новый геймплей, который вносит хоть какое-то разнообразие в игру. Но еще раз задам дурацкий вопрос. Имба, бойс? Только если вы играете в обороне на прорыве. В других режимах пушка ни о чем. Захвате или линии фронта вы будете получать постоянно в спину. Спорная винтовка, которая порадует фанатов сошек и снайперов, так как для обычной снайперки нет более легкой цели, как человек с бойсом. Кастомизация. Я лично использую трехкратный прицел, так как шестькрат многовато для винтовки с эффективной дистанцией в 100 метров. Специализация. Первая это уменьшение вертикальной отдачи. Это будет нужно, так как ствол дико подкидывают при стрельбе. А далее уходим на левую ветку. Сначала идет пламегаз. Абсолютно бесполезная фишка, так как фаербол не мешает стрелять. Но вам нужно уйти на левую ветку. Третья специализация это улучшенный затвор. Увеличит ваш темп стрельбы с 22 до 26 выстрелов в минуту. Это очень необходимая пиарка. И последняя специализация. Ну пока тут без вариантов мы выбираем быструю пулю в правой ветке. Так как бронебойно-подкалиберный патрон не работает. А быстрая пуля нужна. И это сильно облегчит работу на дистанции от 70 метров. В целом винтовка неплохо зайдет фанатам режима прорыва. Лучшая снайперская винтовка? Нет. Бойс по эффективности уступает всем снайперским винтовкам. Так как лежа вы легкая цель для большинства противник. Медики и штурмовики зигзагами могут увернуться от ваших выстрелов и насажать вам пару ножей. А снайпера вас просто заспамят из Карика, Лиенфилда. А что вы думаете о появлении бойса в Battlefield 5? Как вы относитесь к ваншот снайперкам в целом в Battlefield? Мне просто правда интересно. Пишите все в комментариях, а также подписывайтесь, комментируйте колокольчик и сделайте репост этого видео. Увидимся с вами на поле боя. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok